Лицкий хлебозавод Лицкий хлебозавод Кто будет освобожден от социального сбора, кто будет его платить? В Лиде обсудили проект изменений в декрет президента номер три. Сельские педагоги за новшество в образовательном процессе. В Аверской школе уже несколько лет реализуют инновационные проекты. Благодаря слаженной работе педагогического коллектива в школе царит дух творчества, дух инноваций. Его не хотели отпускать со сцены. Солист Лицкого эстрадного оркестра Евгений Миндюль дал сольный концерт в родном городе. Моя музыкальная карьера началась абсолютно с музыкальной школы, как просто музыканта-инструменталиста. А сейчас подробности. На повестке декрет президента номер три. В Лиде прошло заседание районной комиссии, которая принимает решение об освобождении граждан от уплаты сбора на финансирование государственных расходов в связи с нахождением их в трудной жизненной ситуации. На нем были рассмотрены обращения с просьбой об освобождении от социального сбора, поступившее в службу одно окно Лицкого райисполкома от жителей региона на прошлой неделе. После изучения предоставленных заявителями документов, подтверждающих сложную жизненную ситуацию, практически во всех случаях было принято положительное решение. В этот же день районная комиссия провела расширенное заседание по вопросам реализации декрета о предупреждении социального иждивенчества, на котором обсуждался проект изменений в данный документ. В частности, речь шла о категориях граждан, которые будут освобождены от уплаты социального сбора. Во время мероприятия было подчеркнуто, выплата сбора приостановлена на год, изменения же в документ будут внесены в ближайшее время. Уточненные списки плательщиков должны быть готовы к 1 апреля. Перед службами, занимающимися этим вопросом, поставлена задача включить в списки тех, кто мог, но не желал работать, и исключить из них всех, кто длительно не работал по объективным причинам. На заседание районной комиссии были приглашены представители заинтересованных служб и общественных объединений. Они приняли активное участие в обсуждении проекта изменений в декрет номер 3 и высказали свое мнение по этому поводу. В частности, представитель Белорусского хельсинского комитета Евгений Куровский обратил внимание на необходимость информировать граждан об изменениях в декрете о предупреждении социального иждивенчества и согласился, что от уплаты сбора должны быть освобождены безработные, состоящие на учете в отделах содействия занятости. К другим темам. Сегодня на Литчине стартовала районная акция «Туберкулез. Знаем, действуем, противостоим», посвященная Всемирному дню борьбы с туберкулезом, который ежегодно отмечается 24 марта. Цель акции – повышение информированности населения о проблеме заболеваемости туберкулезом и необходимости своевременного прохождения флюорографического обследования. На протяжении четырех дней передвижные флюорографические установки «Пульмоэкспресс» будут работать в сельской местности и на территории городских предприятий. Сегодня одна такая выезжала в психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов в деревне Минойтой. Завтра проходить флюорографическое обследование будут работники предприятия «Лидагропроммаш», послезавтра литских пищевых концентратов. В пятницу, в последний день акции, один «Пульмоэкспресс» будет принимать пациентов в деревне Минойтой в районе средней школы, а второй – на территории отделения круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов в «Лиде». Работать передвижные установки будут с 10 до 15.30. В период этой акции с 21 по 24 марта будут проведены различные встречи, информационные мероприятия, обучающие семинары, в которых мы ставим перед собой цель рассказать нашему населению об этой проблеме, о заболеваемости туберкулезом, о формах заболевания, как профилактировать его, с какими сложностями сталкивается практическая медицина в лечении туберкулеза. Ну и, конечно же, самой главной целью является убедить наше население своевременно проходить рентгенофлюорографическое обследование, так как это самый малозатратный, доступный способ ранней диагностики туберкулеза. Сельская школа может быть успешной. В этом не сомневаются педагоги из Ваверки и стараются дать своим ученикам, а их сейчас в учебном заведении 113, крепкие знания. Активно внедряют они в свою работу инновации. Тему продолжит Оксана Банцевич. Изучать, искать, думать, работать и сотрудничать – только так, считают педагоги Ваверской школы, можно создать в учреждении образования благоприятную атмосферу для всестороннего развития личности школьника. Углубить знания и получить дополнительную информацию ребята могут на факультативах различной направленности – природоведческой, математической, гуманитарной, обществоведческой, экологической и спортивной. Такие занятия в Ваверской школе посещает порядка 90% учащихся. Я с радостью сегодня говорю о том, что и педагогический коллектив, и ученический коллектив прикладывают максимум усилий для того, чтобы мы все гордились нашей школой, чтобы школу знали не только в Лицском районе, но и за ее пределами. Благодаря слаженной работе педагогического коллектива в школе царит дух творчества, дух инноваций, желание и стремление идти вперед. Учащиеся в Ваверской школе не раз были в числе призеров районных и областных предметных олимпиад. Они добивались успехов по русскому, белорусскому и немецкому языкам и техническому труду. В этом учебном году на районной олимпиаде по всемирной истории и истории Беларуси 11-классник Антон Олегнович завоевал диплом второй степени, а на областной олимпиаде по этим же предметам – диплом третьей степени. Есть достижения у ребят и в спорте. По итогам работы за 2016 год Ваверская школа стала второй по организации спортивно-массовой работы среди сельских школ Ильского района. Отличился педагогический коллектив школы в состязаниях отраслевого профсоюза. Команда учителей Ваверской средней школы заняла второе место. На протяжении многих 5-6 лет ученики Ваверской средней школы активно принимают участие в различных видах спорта, являются победителями призерами областных соревнований. Также на протяжении нескольких лет мы уже занимаем второе место среди сельских школ Ильского района. Ученики нашей школы по таким видам спорта, как легкая атлетика, баскетбол, волейбол, лыжные гонки на протяжении многих лет показывают высокие результаты, отбираются на область и принимают участие. Не секрет, что Литский район среди Гродицкой области занимает уже, по-моему, второй год подряд первое место. И ученики нашей школы также приняли активную участие и дали очки на район по этим видам спорта. Спорт, можно сказать, мое хобби. Мне очень нравится там заниматься. Ну и для здоровья полезно. У нас разнообразные кружки, секции. После уроков мы тоже занимаемся. Участвуем в различных соревнованиях. Баскетбол, волейбол, многоборье, лыжные гонки. Для меня это очень престижно. Большое внимание в Аверской школе уделяется инновационной педагогической деятельности. Именно она позволяет внедрить в образовательный процесс новшества, повысить качество обучения школьников и статус их конкурентноспособность самого учреждения образования. Инновационные проекты здесь стали реализовывать с 2011 года. Тогда педагоги начали внедрять в работу модель личностного развития учащегося старших классов. В 2013 году с целью повысить качество образования Ваверская школа присоединилась к реализации нового республиканского инновационного проекта по внедрению модели активной оценки в образовательный процесс. Проект активной оценки заключается в том, что немножко меняются подходы к оцениванию работы учащихся. Активная оценка – это оценка, которая помогает учащимся учиться. Основные элементы активной оценки – это обратная связь к учащемуся, которая оценивает работу ученика, подсказывает ему, какие трудности есть в его учебе и подсказывает, каким образом ликвидировать вот эти пробелы, ликвидировать трудности. И работая вот в этом проекте, нам хотелось и хочется, чтобы наши дети получали более глубокие знания, чтобы они могли конкурировать на рынке профессий, чтобы они могли получить дальше достойное образование. Опытом сельских педагогов в сфере инновационной деятельности заинтересовались столицы. В мартовском выпуске журнала «Народная освета» в рамках творческого проекта «Энциклопедия школы Беларуси» будет напечатана статья о совместной деятельности педагогов и учеников Ваверской школы и представлена подборка материалов методического и воспитательного характера. Лиду посетил директор Института культуры Егелонского университета Роман Батко. В Беларусь представитель одного из самых старых учебных заведений Европы прибыл с целью налаживания сотрудничества с Белорусским государственным институтом культуры и искусства. Его планируется организовать по трем направлениям. Это будут академические обмены между студентами, магистрантами и аспирантами, совместное научное исследование и конференции, мастер-классы преподавателей из Польши в нашей республике и стажировки белорусских преподавателей в Кракове. Будет рассматриваться и вопрос получения студентами обоих вузов сдвоенных дипломов. Конечно, это будет прорыв. Директор Института культуры Егелонского университета Роман Батко ознакомился с культурно-историческим наследием Беларуси. Среди посещенных объектов был и Лицкий замок. Сопровождал гостя из Польши профессор кафедры музейного дела и охраны памятников истории культуры Белорусского государственного института культуры и искусства Олег Трусов, который в 70-80-х годах прошлого века проводил археологические раскопки в Лицком замке. И на их основе были вынесены предложения по его реконструкции. Наш университет с Егелонским университетом собирается подписать великую программу сопрацовничества, обмен студентами, магистрантами. То есть мы будем далее сопрацовничать в огульном справе навучения культурология, социология, и другие такие науки. Приехал для дома профессор, кероник института культуры Егелонского университета. Он первый раз на Беларуси, но мы им показываем Беларусь. Ему аплодировали стоя. Два часа живого звука и хорошего настроения подарил зрителям солист Лицкого эстрадного оркестра Евгений Миндюль. Его концертную программу под названием «Самый лучший день» зрители приняли на ура. Первый сольный концерт Евгения Миндюля увенчался аншлагом. В зале были его родные, друзья, знакомые, коллеги и, конечно же, поклонники. Пришли на концерт и те, кто с творчеством Евгения мало знаком. Очень талантливый мальчик, одаренный, трудолюбивый. Я желаю ему только большего успеха. Честно скажу, первый раз. Я его знаю так, ну, по словам от знакомых, от друзей, от подруг, но вот решила посидеть для того, чтобы узнать лично человека. Идем послушать, может, что-то новое узнаем. Пока что ничего не знаем. Мне очень нравится его исполнение Лепса, вот Меладзе, как он поет. О творчестве знаю достаточно мало. Слышала немного, но слышала его песню. Он приезжал в коллектив к нам, выступал. Песни Лепса, Меладзе. Ну, все, что в программе, ожидаем хороший вечер. О творчестве Евгения Миндюля я знаю очень много. Я достаточно давно за ним слежу. Мы с ним очень хорошие друзья, очень много общаемся и долго. Ну, наверное, больше года уже. Бываю на его концертах. Концертная программа Евгения Миндюля объединила в себе известные произведения советской эстрады и популярные современные хиты. В его исполнении звучали песни Григория Лепса, Юрия Антонова, Валерия Меладзе, Михаила Бублика, Виа Земляне. Не улетай, не улетай, ты долетишь сюда легко. Преодолись путь с любой, просу вас и меня с собой. Больше полугода, наверное, готовились к этому. Поэтому идея была в том году, еще, наверное, даже осенью, как-то начало осени. И к этому всему, как бы, только после Нового года мы реализовали в марте сейчас. Евгению под силу даже самое сложное вокальное произведение, говорит директор Лицкого эстрадного оркестра Ульяна Жамойтина. Его старанию и стремлению к совершенству можно только позавидовать. К примеру, на подготовку песни Фредди Меркьюри «Шоу Мазгоон» к сольному концерту ушел не один месяц. Даже замахнулись на очень такую серьезную вещь, вещь как «Шоу Мазгоон». Я считаю, что Фредди Меркьюри – это очень серьезная вещь. Но мы даже, не зная языка, он часами сидел и абсолютно… Он немецкий учил, и он каждое слово репетировал. Это для меня очень важно, потому что артист развивает себя не только в направлении лепса, но и даже в таком направлении. В детстве Евгений Мендюль и представить не мог, что будет собирать залы, исполняя песни. В школе он играл на аккордеоне, а в Лицком музыкальном колледже – на тромбоне. На сцене, конечно, выступал не раз, но не в роли вокалиста. Моя музыкальная карьера началась абсолютно с школы музыкальной, как просто музыканта-инструменталиста. Продолжилась с 18 лет, просто обычно с ресторана, и там открыл я свой талант в плане пения. И вот так вот с того момента я начал петь и выступать. Когда заметили в училище все эти договоры, что пою в ресторане, начали продвигать куда-то, на какие-то мероприятия, какие-то концерты, и как бы вот так вот закрутилось все. Именно в ресторане разглядела талант Евгения и директор Лицкого эстрадного оркестра Ульяна Жамойтина. Она приложила все усилия, чтобы голосистый парень стал солистом ее коллектива. Евгений, когда пришел в наш оркестр, он унес новое дыхание, вторую жизнь оркестру. Почему? Его манера, его стилистика, его скромность, его любовь к зрителям, и как он тепло относится к коллегам, и как он отдается на все 100% на сцене. Поэтому мы чувствуем, мы знаем, что зритель любит Женю. С приходом Евгения в оркестр выросла армия поклонников коллектива. Причем среди них люди разного пола и возраста. Правда, в большинстве своем аудитория Лицкого эстрадного оркестра в целом и Евгения Минзюля в частности, все-таки женская. Половина населения обожает Евгения Минзюля. Я не побоюсь этого слова, потому что мы видим восторг, восхищение. И это от 18, даже меньше, и до, можно сказать, возраста такого же серьезного. То есть у нас есть даже такие фанаты, которые действительно не пропускают выступления Евгения Минзюля. Ну, конечно, это женская половина, но есть и мужская. Первый сольный концерт Евгения Минзюля не обошелся без цветов, подарков и слов признательности. Многие в этот вечер хотели поздравить артиста с успешным дебютом, сделать фото с Лицкой звездой и получить автограф. От имени главы района заместитель председателя Лицкого райисполкома Виктор Пронюк вручил Евгению благодарственное письмо за активную творческую деятельность и высокий профессионализм. Сегодня я могу только выразить слова благодарности за то, что ты нам даришь свой талант, увлекаешь нас. И мы, конечно, будем гордиться всегда тобой, смотреть за твоими результатами. И брать автографы. Самый лучший день. Именно эта песня стала финальной в концертной программе Евгения Минзюля. Она дала и название концерту, который для Евгения действительно стал одним из лучших моментов в его жизни. В 24 года мало кому зрители аплодируют стоя, а после концерта не хотят отпускать со сцены. В конце выпуска о спорте мини-футбольный клуб «Литсельмаш» вчера дома в матче 23-го тура чемпионата Беларуси высшей лиги обыграл столичную команду охраны «Динамо» со счетом 4-3. Позицию «Литсельмашевцев» в турнирной таблице эта победа не изменила. Они по-прежнему третьи. Их опережают футболисты ВРЗ и столицы. Следующая игра у «Литсельмашев» и «Зная». В Могилеве в субботу он сразится с местной командой «Форты», располагающейся сейчас на 11-м месте в таблице. И у меня на сегодня все. До встречи на ЛИДА ТВ. Партнер программы «События» – Литский хлебозавод. Всегда ароматная и свежая продукция. Выпеченная с любовью по традиционным и новым рецептам. Литский хлебозавод. Литский хлебозавод.